Форсаж 4 Нам бы пора банки грабить, а не фуры перехватывать в пустыне. Бензин здесь золото. Бензин в Доминиканской республике стоит в среднем полтора доллара за литр. Торетто украли три цистерны общим объемом примерно 27 тысяч литров. Беря во внимание, что бензин еще и ворованный, то цена продажи его значительно ниже, так что золотом тут и не пахнет. Что мы и видим. Когда Доминик рассчитывается с друзьями, он подает пачку номиналом 2000 песо, что составляет 4500 долларов. Рисковать жизнью ради такой суммы как минимум глупо. Определить расстояние до фуры с водительского кресла просто нереально. А зацепиться за прицепт, который постоянно вибрирует из стороны в сторону, с помощью этого приспособления, это все равно, что с завязанными глазами стрелять по бегущему зайцу. Если бы фильм соблюдал законы химии, то Лети пришлось бы не менее 20 минут замораживать металлическую петлю, потому что жидкий азот обладает низкой теплоемкостью, что затрудняет охлаждение металла до отметки в минус 196 градусов, чтобы расколоть его молотком. Почему водитель не почувствовал увеличение тяги двигателя из-за резкого снижения массы груза почти на 13 тонн? В момент, когда Лети отцепляет цистерны, ее губы накрашены. После того, как она перебирается в машину к Доминику, помада с губ пропадает. Почему водитель не продолжил тормозить и почему при исправных тормозах грузовик не замедляет скорость? И только желание сценаристов показать крутое начало фильма заставляет водителя без каких-либо причин покинуть грузовик. В реальном мире под действием законов притяжения металлическая емкость весом 6 тонн не в состоянии кувыркаться, словно резиновый мячик. Рубашка Лети спадает с левого плеча и возвращается прямо между кадрами. Как мы знаем, Доминик годами занимался грабежами различного рода грузовиков. Но для завязки сюжета в нем вдруг просыпается совесть, которая заставляет бросить любимую женщину и сбежать в одного. Как мне кажется, это поступок не мужика, а просто безмозглого труса. Если Доминик решил скрыться в Панаме, почему не взял с собой Лети? Если так переживал за любимого человека, неужели не понимал, что с ним она будет в большей безопасности? Пока Латино скараулит Брайана, в стекле отразились тени съемочной группы. Брайан с бандитом падают на пикап головами по направлению к багажнику. В следующем кадре уже лежат в сторону капота. А каким это образом Брайан снова работает на бюро расследований? После его судимости и произвольных действий, в результате которых был отпущен преступник Доминик Торетто, его баенопушечный выстрел не подпустили к ФБР, не говоря уже о привлечении к операции по поимке одного из крупнейших наркобаронов Мексики. И что сам Брайан забыл на службе, если в конце второй части планировал открыть гараж вместе с Романом на украденные деньги? Доминик держит в руках водяную помпу, которыми отродясь не комплектовались Chevrolet Chevrolet 70-го года выпуска. Благодаря чудесам монтажа, зрителям можно не объяснять, как человек, находящийся в международном розыске из Панамы на своем Chevrolet, преодолел расстояние в 5000 километров до Лос-Анджелеса и не был схвачен ни на одной из пересеченных им границ. Очень странно. Я думал, он объявится. Стоите на открытом месте и надеетесь, что Торетто засветится? Вы бы еще лагерь разбили с вывеской «Эй, лысый, не стесняйся, ФБР, побыстрее сдавайся». Странно, что Доминик удивлен, обнаружив свой додж в гараже Мии. Если он дожидался сестру именно здесь, то уже давно должен был заметить свою тачку и в деталях ее рассмотреть. Он переправил через граниту столько героина, что давно переплюнул Эскобара. Пабло Эскобар занимался кокаином, а не героином. Я ищу тачку с движком твоей работы. В баке нитрометан, Форд фуллсайз, шины континентал. Очень занимательно. Откуда Доминик узнал, что Лети подрезал именно Форд с большим салоном? По следам протектора на месте аварии, что ли, определил? Да шины континенталь можно и на 412-й москвич поставить. Доминик, конечно, здоровый мужик, но удержать падающий движок весом под 100 кг – это уже сказки. События фильма разворачиваются в 2006 году. При поиске машины для гонок, один из выборов Брайана падает на Ниссан R35 GTR 2008 года выпуска. Блондинчик, тебя парк вписал? Да. Где это она разглядела в Брайане блондина? Брайан с Домиником всего как несколько минут прибыли на своих тачках, но в навигаторах люди Браги уже успели прорисовать 3D-модели всех участников гонки. Для усложнения задания гонка проводится по оживленным автодорогам Лос-Анджелеса, но для упрощения по всему маршруту следования нет ни одной полицейской машины. Белый пикап врезается в боковую часть Сильвии. В следующем кадре пикап уже на крыше Ниссана. Для финишек осталось четверть мили. В угоду зрелищности для преодоления расстояния в 402 метра героям понадобилось целых 48 секунд. После очередной доставки героина в Штаты всех водил пускают в расход, но новые гонщики, как слепые котята, продолжают наниматься на работу к Браге, даже не задаваясь вопросом, куда пропадают прежние победители гонок, которых приняли в ряды курьеров Браги. Я повяжу всех сразу. Со стороны Брайана не очень разумно, находясь в клубе Браги, в окружении местных девушек говорить подобные вещи. Любая девушка ради быстрого заработка легко могла передать эти слова наемникам Браги. В колонии курьеров присоединяется Феникс, и Торетто решает не дожидаться пункта назначения, а сразу покидает строй, чтобы разобраться с Фениксом. Почему Доминик просто не дождался его в гараже, когда узнал, что именно Феникс ездит на зеленом Гран-Торино? Феникс при любом раскладе пришел бы за своей машиной. Как в кромешной тьме и плотном облаке пыли водители могут хоть что-то разглядеть перед собой, да еще и с выключенными фарами? Вас засекли, поднажмите. Откуда Жизель располагает информация, что колонну машин засекли пограничники? У Браги что, свой человек, который в режиме реального времени сливает информацию? При этом в кабинете слежения только два пограничника, и ни один из них никому ничего не передает. Как удобно, что камера теплового излучения пограничников повернулась в другую сторону, что дало возможность машинам скрыться в туннеле. И каким образом подчиненные Браги рассчитывают интервал времени вращения тепловой камеры, и добираются до пещеры именно в тот момент, когда камера смотрит в противоположную сторону от колонны курьеров? Передолет в воздухе, за 30 секунд нужно пересечь границу. Герои находятся в непроницаемом горном туннеле, но при этом радиосвязь исправно работает, и Жизель спокойно координирует водителей по рации. Прикуриватель нагревается за несколько секунд, но в Шевроле Торетто он доходит до кондиции аж за 2 минуты, давая возможность Доминику закончить разговор с Фениксом. После чего Шевроле Доминика взрывается из-за воспламенения закиси азота, чего в принципе произойти не может. Закиси азота всего лишь увеличивает поток кислорода в двигателе, а соответственно и топливо, но сам по себе азот не имеет предрасположенности к детонации. А вот взорваться от нагретой спирали прикуривателя и цепной реакцией подорвать рядом стоящие автомобили, это все влажные фантазии режиссера Джастина Лина. Брайан с Домиником решили спрятать машину с наркотой на штрафстоянке полиции, и для этого охраннику не требуются никакие документы, достаточно просто показать значок. Герои угоняют Субару, хорошо, проникнуть в машину это одно дело, но где они достали ключи? И каким образом их пропустил охранник на конфискованной машине? Пуля вышла. Куда вышло? Если ранение сквозное, почему тогда с передней стороны плеча нет выходного отверстия? А если Доминик научился силой своей лысой башки выгонять из своего организма инородные тела, тогда ему пора подавать резюме профессору Ксавьеру. Когда Брайан разговаривает с Мией, ее цепочка то поверх блузки, то под ней. Вместе с телефоном Лети, Доминик нашел и одну из главных сюжетных дыр картины, после которой все похождения Брайана можно смело выкидывать на помойку. Как нам становится известно, именно Брайан отправил Лети к Браге. Тогда какого черта он разыскивал Дэвида Парка по всем базам ФБР и искал лазейку вступить в ряды водил Браги? Если каким-то образом еще раньше смог без проблем внедрить в банду Браги подругу Доминика? Лети надеялась, что отмажет тебя, если поможет нам с Брага. Чтобы ты вернулся домой! Интересно, как эта Лети смогла бы помочь Доминику? Как заведено в юридической практике, подсудимый должен самолично пойти на сделку с правоохранительными органами для смягчения своего наказания. А вот ситуация, при которой Лети выступает неким поручителем за Доминика, выглядит полным бредом. Ты не подчинился приказу. Где товар? У тебя есть план? И есть цена. Банда Брага в обмен на Торетто. Начальство Брайана представлено еще теми терпилами. Подчиненный, восстановленный после ряда судимости, не подчинившись приказу, спрятал, можно сказать, украл наркотиков на 60 миллионов. Навязывает свои условия, на которые босс без проблем соглашается. Какой же чудный и наивный мир Форсажа? Он не Брага. При создании закрученного сюжета, сценаристы такого натворили, что лауреат Нобелевской премии по литературе сошел бы с ума, прочитав эту околесицу, которую здесь выдают за сценарий. Во-первых, почему в базе ФБР Брага числится как кампас, а по мексиканским базам как Брага? Если на Брагу есть досье ФБР по поддельным документам, то при первом задержании, на момент формирования досье, его должны были пробить по всем базам и в первую очередь по месту рождения, то есть Мексики, где бы и всплыло его настоящее имя. Во-вторых, если ФБР известно имя и фамилия мексиканского наркобарона Браги, почему за два года разработки данной наркоорганизации не было сделано ни одного запроса в Мексику, где мексиканские коллеги имеют полное досье на Брагу? Спецподразделению ФБР только детей в детском саду и рассаживать. Не смогли задержать ни настоящего Брагу, ни Торетто. И даже не перекрыли выезды, прекрасно зная, что будут иметь дело с уличными гонщиками. Мы ведь знаем, где Брага, да? Таможня отследила его через спутник. Он на базе втыкали в Мексике. Как удобно для сюжета, что на помощь приходит некий спутник, определивший с точностью до города местоположение сбежавшего наркобарона. Тебя везде ищут, а я здесь. Даже сам Доминик подсказывает, я у родной сестры, но ФБР ищет везде, кроме как здесь. Здесь кончаются мои полномочия. Твои полномочия закончились сразу же после твоего отстранения еще в Лос-Анджелесе. Головорезы Браги, те еще бараны, вместо того, чтобы расстрелять машину Доминика, который никакой ценности не представляет, они все как один палят исключительно по Субару, где ненароком легко могут зацепить своего босса. И вновь на выручку спешит магия монтажа, при помощи которой герои в мгновении ока преодолевают расстояние в 2000 километров от городка Тыкали до туннеля, связывающей границу США и Мексики. Чтобы так подбрасывать машины, Доминику нужно было вооружиться гранатометом РГ-6, а не хромированным дробовиком. А куда подевались пограничники? С камерами теплового излучения, когда целая эскадра из двух дюджин машин незаконно пересекает границу. После аварии у Субару пропадает топливный бак и система выхлопа. Доминик отправляется в Мексику на своем черном додже с крестиком на зеркале заднего вида, после чего успешно взрывает данную машину в туннеле. Но при спасении Доминика Брайан находится за рулем того же самого доджа. Создатели даже поленились убрать крестик зеркала, чтобы хоть как-то не напоминать зрителю, что это та же самая машина. Рулить научились.